Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю! В эфире Минск чрезвычайный, студия Анастасия Гарба. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года только в столице на пожары и загорания спасатели выезжали более 2350 раз. На пожарах погибли 10 человек. Печальную статистику пополнила и ушедшая неделя. 33 человека, в том числе ребенок, пострадали. А вот более 650 граждан работникам МЧС удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Далее о происшествиях минувшей недели подробнее. Минск чрезвычайный. Во вторник вредная привычка покурить чуть не стала причиной трагедии. Около шести вечера соседи сообщили о дыме из квартиры на шестом этаже девятиэтажки по улице Рафиева. Оперативно прибывшие на место вызова работники МЧС ликвидировали загорание и спасли лежащую в коридоре на полу 66-летнюю хозяйку. Пенсионерка была в сознании, но самостоятельно встать не могла. С отравлением продуктами горения женщина была госпитализирована. Скорее всего, к возгоранию привело курение пострадавшей. Помните, неосторожность при курении – основная причина пожаров и гибели людей от них. Будьте осторожны с огнем. Вечером в пятиэтажке на проспекте Рокоссовского загорелись электрощиты на лестничных площадках со второго по пятый этаж. В результате ЧП повреждена электропроводка, дверное полотно одной из квартир, а также закупчен подъезд. Стоит отметить, что на минувшей неделе в городе был зафиксирован не один такой случай оплавления изоляции электропроводки в электросчетах. Причиной этого может стать перегрузка электросети. С наступлением осенне-зимнего периода нагрузка на электросеть увеличивается. Особенно это касается старых домов с ветхой электропроводкой. Возникает опасность ее перегрева, что приводит к расплавлению изоляции, а затем и к короткому замыканию. Обнаружив признаки неисправности электропроводки в электросчетах подъездов, незамедлительно информируйте коммунальные службы по телефону 115. Минск чрезвычайный. Вероятнее, короткое замыкание электропроводки стало причиной еще одного пожара. В четверг вечером в трехквартирном частном доме по Смарговскому тракту произошло загорание изоляции электропроводки осветительной сети в кухне одной из квартир. К счастью, жильцы не дремали, а возгорание оперативно оповестили спасателей по номеру 101. Прибывшие работники МЧС ликвидировали загорание на ранней стадии. А вот в четверг помощь спасателей понадобилась на улице Бабушкина. Грузовой автомобиль на всем ходу врезался в микроавтобус «Газель». 56-летний водитель микроавтобуса оказался в ловушке. Из покорежного металла с помощью специнструмента его доставали спасатели. Потерпевший был доставлен в больницу. Минск чрезвычайный. Устанавливается причина пожара, в результате которого в воскресенье в столице погиб человек. Около трех ночи на пульт дежурной службы МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном по третьему переулку Зубачева. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что возгорание произошло в деревянной части здания, которое не эксплуатируется. При тушении пожара на полу было найдено тело человека. Личность погибшего и обстоятельства происшествия сейчас устанавливают специалисты. С наступлением холодов минские заброшки перестают пустовать и обзаводятся временными хозяевами. В попытках прогреть жилье с помощью костра или просто выкуривая сигарету, бездомные нередко провоцируют пожары. А если заброшенное строение еще и в частном секторе, то огню ничего не стоит перекинуться на дом по соседству. Я не говорю уже о подвалах и чердаках жилых домов. Последствия такого расклада нередко самые катастрофичные. Что же делать, если нелегальные соседи оккупировали вашу территорию? Прежде всего сообщите участковому инспектору. Чтобы непрошенные гости не смогли проникнуть в подъезд, установите домофон и следите за тем, чтобы чердаки и подвалы и подсобные помещения в ваших домах были надежно закрыты. В противном случае звоните в ЖЭС. Не обошлось на прошлой неделе без загорания автомобилей. В воскресенье поздно ночью в результате короткого замыкания электропроводки на улице Челюскинцев загорелся автомобиль Пежо. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Однако огонь успел повредить двигатель, лобовое стекло и лакокрасочное покрытие французской микролитражки. МЧС напоминает автовладельцам о своевременности обслуживания и правильной эксплуатации машин. Делать это необходимо только на лицензированных СТО. А еще обязательно укомплектуйте свой автомобиль первичными средствами пожаротушения и, что называется, счастливой дороги. На сегодня это все. До встречи через неделю. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный!